Привет, Тулечки! Я сейчас прочитала такую вот штуку. Ну, штуку не штуку, короче говоря, вот о чём. Говорится о том, что женщина является производителем любви, счастья, энергии, всего самого позитивного, положительного, всего там самого-самого замечательного. И от неё тем самым, то, что она является производителем, от неё питается вся семья. Муж, дети, все вокруг. Но если женщина себя не балует какими-то приятными вещами, когда ей не дарятся подарки, когда она не ходит в какие-то салоны или ещё куда-то, то у неё вот эта позитивная энергия, она заканчивается, и у женщины нет больше сил воспроизводить вот это всё самое замечательное и питать этим в своих окружающих. В результате что происходит? Она программирует мужчину не на успех. Когда она вкладывается всё время в мужчину, а в женщину ничего не вкладывается, то она начинает программировать своего мужчину на бедность. Представляете? Короче, вот такие вот дела. Я думала, что если буду стараться для семьи, то это будет только им в радость, это моя помощь, поддержка им. Меня никто ничего не вкладывал, все решили, что мне и так хорошо, и в результате к чему это привело? Я сломалась. Вот заводик мой сломался. Так что, конечно же, это звучит, может быть, на первый взгляд, глупо, когда у людей там достаток небольшой, потому что я это всё прекрасно понимаю, что по деньгам возможности нету пойти там куда-то там сделать ногти. Например, ногти я вообще ни разу в жизни не делала. Или там ещё что-то такое, да, в салон какой-то или ещё. То есть, понимаете, действительно получается, если вам мужчина не делает даже малюсенькие подарочки, это уже совсем плохо. То есть, когда на вас перестаёт обращать внимание, вы всё время делаете «я сама-сама», и это может привести к не очень хорошим последствиям. Это не говорится сейчас о больших деньгах, даже о каких-то малюсеньких мелочах. Поэтому мужчины, об этом уже сейчас, по-моему, на каждом углу все психологи говорят, сейчас просто я ещё раз это прочитала, делайте хоть маленькие подарочки, маленькие приятности своим женщинам, и тогда это вам вернётся вот в сотни тысяч раз больше, чем вы даже вложили. Пока никого нет, немножко покажу вам клинику. Посмотрите, тут кругом сосны, вот такой вот коридор. это переход из одного здания в другое. Правда, здесь вот, сейчас покажу, там некоторые места закрыты. Вот такой вот можно у единицы тут посидеть на солнышке. Там дальше переход уже в другой корпус. Вот он там идёт, видите? Очень красиво. Вот это вот видно, там основной корпус. Там как раз вот я с другой стороны у меня комната. Это вот курилка там. Вот, и вот тут такие вот хорошие, как, не знаю, балконы или ещё что-то. Но вот видите, всё закрыто. Там есть ещё один корпус, вон там вот видно, среди деревьев. В общем, тут много разных корпусов. Я не знаю, но мне очень нравится, очень уютно, и очень все вежливые такие, приятные. А это вот наш коридор. Если туда прямо идти, там вниз спускаться по лестнице можно, а здесь вот такая вот красота есть, фотографии. И вот идём к моей комнате. И вот они, те самые единорожки. Меня сейчас в очередной раз протестировали по поводу короны. Опять у меня её нет почему-то. И оказывается, вы знали, что когда вот этот вот быстрый тест делают, если, например, у вас нет короны, то одна полосочка, а если у вас есть корона, то две полосочки. Это, знаете, это практически то же самое, что быть беременным. В общем, я не беременная, и короны тоже нет. Мне назначили, в общем, лечение. Сейчас мы ещё раз об этом поговорили. И знаете, наверное, я вам буду рассказывать, когда я начну ходить, и уже потом буду рассказывать, что там было. Потому что смысла нет рассказывать вперёд, потому что кто его знает, может быть назначат, может быть нет. В общем, вот так, наверное, лучше и сделаем. А сейчас я, наверное, чаёчку попью. Что-то это... Не знаю, мне так волнительно идти каждый раз к врачам, и потом каждый раз это всё рассказывать. Потом как-то у меня такое состояние какое-то. Хочется что-то приятненькое себе сделать. А вчера моя соседка, вот Елена, да, я уже вам много раз о ней говорила, и, наверное, так и буду говорить, пока я отсюда не уеду. Вы представляете, она мне сколько вкусняшек накупила. Вот. Ну, я не знаю, вы такие знаете или нет, такие бисквитные, такие вкусные. А вот эти я вообще просто обожаю. Вот так приятно. Вот так человек обо мне заботится. Вот я говорю, вот как мне везёт с людьми. Вот слава Богу, что есть такие люди. У меня тут такое произошло. И я вот потом, после того, когда, вот помните, я вам сказала, что сейчас чайку попью, у меня должен был быть ещё телефонный разговор. И после чего мне не захотелось больше видео записывать. Но я считаю, что нужно всё-таки это сказать, чтобы, как бы, знаете, вот закончить сегодняшний день, подвести итог и перевернуть эту страницу, и чтобы больше не вспоминать. Так вот, позвонила. У меня должен был быть разговор с женщиной. Ну, я сейчас не могу даже сказать, врач это кто она, вообще даже не знаю. Она мне позвонила, и она просто начала мне хамить буквально с первых слов. С вопроса, для чего я, какая у меня цель, и по поводу лекарств она нахамила, по поводу моего круга общения, с кем я общаюсь. Это было столько вообще всякой, вот, я даже не знаю, как это всё назвать, но это было просто хамство. Меня поражает, как такие люди работают в клинике, которая занимается психологическим здоровьем людей. Вот, я поговорила после этого с мамой. У меня, когда я с ней разговаривала, у меня же теперь тут такой браслет, который считает шаги, считает мой пульс, и, ну, там многое другое. И вот, короче говоря, я посмотрела, он синхронизирован с телефоном, и я посмотрела, что у меня было. Пульс у меня там был 120, когда я с ней просто разговаривала. Она хамила, и она очень грубо со мной разговаривала. Я начала отвечать ей так же. Может быть, раньше я бы промолчала и вежливо продолжала бы разговор. Я начала разговаривать с ней так же, как разговаривает она. Она сначала заткнулась, она стала нормально разговаривать с нормальным тоном. Потом, когда я начала там ещё какие-то, она мне вопросы задавала, я стала ей отвечать. Она мне начала язвительно говорить. Вы понимаете, о чём я говорю? То есть, типа, я не понимаю, что она имеет в виду на немецком, да? Ну, то есть, в общем, такой очень неприятный разговор, очень всё это нехорошо. Но я не стала терпеть, как она разговаривает со мной. Я ей отвечала тем же, чего я не делала раньше. Потом я планирую, и я это сделаю. Я поговорю с психологом, который со мной работает. Я ей объясню ситуацию, что произошло и как это было. Я всё это расскажу. и скажу, что, пожалуйста, больше, чтобы я с этой женщиной никаким образом, вообще никак не контактировала, не встречалась, не разговаривала вообще никак. В общем, вот так. Но что я хочу сказать? Какой вывод я сделала? Опять же, и вывод опять похожий на то, что я это уже, мне кажется, раньше говорила. Благодаря этой болезни. Вот как бы это ужасно не звучало, слово «благодаря», да, «благодаря» «благодаря этой болезни». Вот получается, что за счёт этой болезни я теперь не позволю разговаривать со мной в таком тоне. Вот так. Имейте в виду, когда вы ругаете эту болезнь, то подумайте, что она дала вам хорошего, эта болезнь, от чего она вас остановила и на что указала вам, на что она сказала, посмотри, так дальше нельзя. Вот подумайте об этом, когда вы ругаете эту болезнь. Я понимаю, это мало чего приятного, но с другой стороны, это не просто так. Мы должны что-то понять, сделать выводы, идти дальше. И если мы сделали выводы правильно, то я думаю, мы справимся, и мы победим эту болезнь. Вот такие вот выводы у меня на сегодня. Вот такая вот я тут после душа, и я решила, что всё-таки я это скажу, чтобы всё-таки я сделаю это видео, пусть оно будет. Я хочу для себя его оставить, чтобы в другой раз, когда мне будет больно, и я буду ворчать, может быть, ругаться на то, что я болею, что мне плохо, я хочу посмотреть это видео, вспомнить о том, что всё-таки я стала беречь себя, беречь себя от таких людей, и отвечаю им взаимностью, а не спокойствием и пониманием. Я не хочу понимать таких людей, и не хочу принимать то, что делают они. Так что имейте в виду, что-то, значит, в вашей жизни вы должны были понять благодаря этой болезни. Очень даже. Желаю вам замечательных выходных. Это было просто такое, знаете, как бы подведение итогов такого вот разговора. Я считаю, что я сделала правильные выводы из этого разговора, и я не буду на этом останавливаться. Я знаю, что это... Я была права. И всё будет замечательно, всё будет хорошо, потому что хороших людей, как я и говорила, гораздо больше. Я вам это точно говорю. Это вот сто процентов. Всего вам самого доброго. И пусть что-то приятное, тёплое произойдёт с вами в эти выходные. Спасибо.